Информационная продукция для детей, достигших 12 лет. Рахматулины. Речь в сегодняшней нашей программе пойдет на полюбившуюся тематику «Все обо всем». И сыграют сегодня два замечательных старшеклассника 35-й школы города Тараза, которых я с истинным удовольствием вам представляю. Итак, слева от меня сидит Евгений Джо. Евгений, приветствую. Здравствуйте. Хочу спросить такой вопрос. Какой у тебя любимый предмет? Основу права. Основу права. Ты собираешься в будущем стать юристом? Да. Ну, я надеюсь, твоя мечта исполнится. Справа от меня сидит Диана Датхабек-Каза. Диана, привет. Здравствуйте. Расскажи, какой в школе любимый предмет у тебя и почему? История Казахстана, потому что мне нравится изучать историю нашего народа. Нашего народа, какие-то знаменательные даты, события, да? Ну, я надеюсь, что школьные знания помогут тебе в сегодняшней игре. Диана 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 Диана. Мы начинаем первый тур. Евгений, задаю вопрос тебе. Как называется водная оболочка Земли? Варианты гидросфера, литосфера или биосфера? Гидросфера. Гидросфера. Плюс балл зарабатывает. Вообще, в школе на какие отметки учишься? На 3. На 3, но географию знаешь, в принципе. Даже немножко больше, наверное, на 4 и на 5, да? На географию 4. Географию у тебя 4, ну, сразу чувствуется. Играем дальше. Второй вопрос, Диана, тебе. Назовите столицу Белоруссии. Варианты Тбилиси, Минск или Петропавловск? Минск. Минск. Отвечает верно. Также хорошо знаешь географию, да? 4. Тоже четверка. Ну, что ж, каждый из вас получил по первому баллу. Играем дальше. Третий вопрос. Как зовут главного персонажа сказочного цикла «Тысяча и одна ночь»? Варианты Дейнери Старгариен, Шахеризада или же Жасмин? Шахеризада. Шахеризада. В детстве читал эту сказку? Нет. Все-таки где-то слышал, наверное? Да. Ну вот, познание помогает. Четвертый вопрос. Как называется твердая оболочка Земли? Варианты. Стратосфера, атмосфера или же литосфера? Литосфера. Литосфера. Правильно. Литосфера – ничто иное, как твердая оболочка Земли. Пока идете без осечек. 2-2 у вас. Пятый вопрос. Евгений, задаю тебе. Назовите автора басни «Ворона и лисица». Варианты. Иван Крылов, Александр Пушкин или же Эзоп? Александр Пушкин. Александр Пушкин считает Евгений и здесь оказывается неправ. Пушкин басни не писал. Пушкин писал у нас сказки и стихотворения. На самом деле это Иван Крылов. Первый минус у тебя. Шестой вопрос. Кто автор сказки «Бременские музыканты»? Варианты. Ганс Христиан Андерсон, «Братья Гримм» или же Карло Колодий. Вот подумай, «Бременские музыканты». Мультфильм, наверное, помнишь, да? Смотрела мультфильм? Слышала. Слышала, но мультфильм не смотрела, да? Повторите варианты ответа. Варианты. Ганс Христиан Андерсон, «Братья Гримм» или Карло Колодий. Я думаю, первый вариант. Первый вариант, пускай будет Ганс Христиан Андерсон. Нет, на самом деле это не он, это «Братья Гримм». Да, «Братья Гримм» знаменитые. Ну что ж, снова ничья. А мы играем дальше. Вопрос седьмой. Назовите режиссера японского аниме «Ходячий замок». Варианты. Хаяо Миядзаки, Макото Синкай или же Масаси Кисимото? Макото Синкай. Макото Синкай, ты считаешь? Вообще любишь аниму? Не смотрю вообще. А, вообще не смотришь, но пускай это будет пальцем в небо, да? Да. Нет, 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 нет. На самом деле это Хаяо Миядзаки. Восьмой вопрос. Назовите актера, исполнившего роль Аквамена. Варианты. Джейсон Стэдхэм, Джейсон Момоа или же Джейсон Борн? Стэдхэм. Это будет Стэдхэм. Именно он исполнил роль Аквамена, ты считаешь? Я понятия не имею, я не смотрела Аквамена. А ты не смотрела Аквамена? А ты смотрела Аквамена? Да. Ты смотрела, ты знаешь, да? Да. Она неправильно, да, по-моему, сказала? Это не Стэдхэм, да? Нет, это Стэдхэм будет. А, это Стэдхэм? Все-таки, да. Его так загримировали, да? Стэдхэм вообще как выглядит-то? Он лысенький такой. Он высокий? Да. А прическа какая у него? Чуть-чуть залысина у него. Ну да, залысина. Аквамен? Аквамен, если ты смотрел. Ага, Аквамен у нас, он же такой же кучерявый. Да, да, да. Значит, все-таки не Стэдхэм, на самом деле, ошибаешься. Это Джейсон Момоа. Вот оно как. Да. Играем дальше. Девятый вопрос. Посмотрим, как тебе улыбнется. Удача. Назовите актера, исполнившего роль Веномо. Варианты. Том Хэнкс, Том Харди или же Том Холланд? Вот теперь подумай. Все три Тома тоже исполнил. Веномо-то, надеюсь, смотрел? Смотрел. Ага. Я никогда не уточняю. Том Хэнкс, Том Харди или Том Холланд? Том Харди. Том Харди. Что ж, правильно вспомнил, наконец-то. Ну и десятый, заключительный вопрос первого тура. Как по-другому называется управляемый аэростат? Варианты. Дирижабль, парафлан или же парашют? Аэро-что? Аэростат. Аэростат. Дирижабль. Дирижабль, абсолютно верно. Молодец, справляешься. Ребята, у вас равенство, равное количество баллов вы набрали. Три-три. А мы, уважаемые телезрители, переходим ко второму раунду. Евгений, начинали мы играть первый тур с тобой. Сейчас отдадим на некоторое время инициативу Диане. Что ж, Диана, ни пуха, ни пера. Благодарю. Второй тур, первый вопрос. Правда ли, что река Амазонка протекает по территории Евразии? Правда. Правда, ты считаешь? Река Амазонка, как она выглядит идеально, вспомни. В Евразии? Да, вот вопрос был, правда ли, что река Амазонка протекает по территории Евразии? Правда это или плохо? Она протекает по Европе. По Евразии, говорят, она протекает по другой. Неправда? Неправда? Я не знаю. Она не знает. Но нужно выбрать, правда или неправда. Давай подумаем и дадим ответ, понадеявшись на свою логику, ну и на удачу в том числе. Ладно, может быть, правда. А все-таки говорит правда. Нет, на самом деле, вынесил Амазонку, у нас протекает грех. По Европе? Северной Америке, Южной Америке. Да. Южная Америка, река Амазонка. Там змеи такие большие водятся. Интересно-то, а, с чем же она ее могла спутать-то? Сколько ректов у нас в Евразии, да, я не сосчитаю. Ну, с чем-то ты ее в любом случае перепутала. Играем дальше. Раздел зоологии, изучающей птиц, называется орнитологией. Так ли это? Нет. Нет, ты считаешь, орнитология не изучает птиц. Да, я так считаю. Нет, на самом деле, абсолютная правда. Орнитология, орнитология, это та дисциплина зоологии, которую изучает именно птиц. Первый минус во втором туре и у тебя. Третий вопрос. Согласно выражению, у кошки девять жизней. Это так? Согласно выражению или в реальности? Согласно выражению. Говорят, у кошки девять жизней, правда? Да. Правда. Молодец. Плюсик зарабатываешь. Четвертый вопрос. Внимание. Правда ли, что город Шу является административным центром Жамбулской области? Нет, не правда. Нет, не правда. А какой у нас административный центр? Город Тарас. Превосходно. Молодцы. Слушайте, географию у вас прям, мне кажется, вам занижает оценки. Четыре это мало. Надо пять ставить вам в любом случае. Правильно? Да, амазонка же протекает по Евразии. Играем дальше. Пятый вопрос. Играем с тобой, Диана. Александр Демьяненко является автором сказки о золотом петушке. Правда ли это? Неправда. Неправда. А кто это мог быть? Кто написал сказку о золотом петушке? Как думаешь? Не он. Не он. Если логично так подумать, да, это не он, это не Демьяненко. Да, на самом деле даешь правильный ответ. Это вымысел. Ну, кто это написал? Давай подумаем. О золотом петушке? Да. Я не знаю. Тоже Александр, но не Демьяненко. Он сомневается, что это Пушкин. Да не сомневайся так. Это Пушкин, Александр Сергеевичская сказка о золотом петушке. Шестой вопрос. Вновь курс школьной программы, ну, на этот раз русский язык и литература. А точнее литература. Константин Паустовский является автором рассказа «Теплый хлеб». Так ли это? Да. Да. Правда. Курс школьной программы 5-6 класс, если я не ошибаюсь. Прекрасно. Седьмой вопрос. Правда ли, что замок короля Артура называется Камелот? Вспоминаем «Король Артур и рыцари круглого стола». Вот такая вот у нас замечательная легенда. Король Артур олицетворял собой справедливого правителя, некоего государства, столицей которого был замок Камелот. Это правда или выносил? Неправда. Это, наверное, говорит неправда. Нет, на самом деле это правда. Я не смотрела. Не смотрела, не читала, да? Играем дальше. Правда ли, что птица Феникс восстает из пепла? Как ты считаешь, Евгений? Да, это правда. Это правда. Читал, смотрел, где видел? Скорее всего, слышал больше пословиц. Пословиц, да? Воссталший из пепла, как Феникс. Превосходно. Девятый вопрос. Как у тебя вообще с Японией? Любишь эту страну? Интересуешься ее культурой? Нас связывает только то, что я смотрю аниме. Ух ты. Ну что ж. Надеюсь, в аниме присутствует определение того, что я сейчас у тебя спрошу. Дайто – это короткий самурайский меч. Правда ли? Правда? Нет, на самом деле это не село. Дайто – это у нас длинный меч, а короткий – это сёта. Вот оно что. Да. Ну и десятый вопрос вновь по географии. Действительно ли часовая башня вестминстерского творца Биг Бен находится в Канаде? Нет, это неправда. Это неправда. А где она находится? Оно находится в Лондоне. В Лондоне. Превосходно. Лондон, Англия. Ну что же, мои дорогие одиннадцатиклассники. Два-четыре. Евгений, вырываешься в лидеры, у тебя четыре правильных ответа. Диана, у тебя два правильных ответа. Но на этом наша игра не окончается. Впереди нас ждёт самый сложный, самый коварный третий тур. Женя, играем с тобой вновь. Третий тур, первый вопрос. Как называется пятая от Солнца планета Солнечной системы? Пятая планета. Пятая это Юпитер. Превосходно. Плюс зарабатываешь. Какой из четырёх океанов самый большой по площади? Тихий океан. Замечательно. Каким прибором измеряется сила землетрясения? Ох, ё-моё. Подумай, подумай, да. Всё, что связано с землетрясением, что тебе в голову приходит? Не помню ответ на этот вопрос. Не помнишь? Это сейсмограф. Сейсмографом измеряют силу землетрясения. Четвёртый вопрос. В каком океане образуется течение Гольфстрим? Тёплое океаническое течение. Нужно назвать океан. Северо-Лидовиты нет? Нет. На самом деле это Атлантический океан. Пятый вопрос. У какого крупного млекопитающего хвост такой сильный, что он может стоять на нём и отрывать задние лапы от земли? Вот представь себе такой крупный. Кенгуру. Кенгуру, абсолютно верно. Сколько сторон в кубе? Курс школьной программы геометрия. Представь себе, как выглядит куб и посчитай количество его сторон. В кубе он думает, что 8 сторон. А вот математику не очень хорошо знают, да? Нет, на самом деле в кубе 6 сторон. Назови имя верховного бога в скандинавской мифологии. Не знаю. Не интересовался. Не интересовался. Это никто иной, как Один. Восьмой вопрос. В какой стране пройдёт летняя Олимпиада 2024 года? Не знаю. Не знаешь. Со спортом как у тебя? Не интересуюсь. Спортом вообще не интересуешься, да? Во Франции на самом деле будет. Уже совсем скоро. У нас пару месяцев остаётся. Девятый вопрос. В каком виде спорта прославился Эльдос Смета? Дзюдо. Это дзюдо, абсолютно верно. Ну и десятый заключительный вопрос. Сколько человек одновременно могут играть в настольный теннис за одним столом? В настольный теннис? Да. В настольный теннис за одним столом одновременно. Сколько человек могут играть? Типа по самим правилам? Два человека вообще. Два человека ты считаешь? Одновременно. Одновременно? Да. Одновременно. Двое. Нет, на самом деле четверо. Четверо. Четверо, да. Женя, ты набрал 4 балла. Достаточно неплохой результат, я хочу тебе сказать. Теперь мы узнаем, как с вопросами справится Диана. Что персонаж древнегреческой мифологии Ясон искал в Колхиде? Мифы и легенды Древней Греции. Вспоминаем. Ну пусть огонь будет. Это первое, что мне пришло в голову. Пускай он там ищет в Колхиде огонь. Нет, на самом деле... Не разбираюсь. Нет, на самом деле это было золотое руно. Продолжаем. Кто автор басни «Крестьянин и змея»? Басни? Да, да. Кто автор басни «Крестьянин и змея»? Я знаю только одного автора басни. Крылова. Крылова. Нет, к сожалению, это не Крылов, это Эзов. Я о нем впервые слышу. Я искренне надеюсь, что ты слышишь о нем в первый, но далеко не в последний раз. Ну что ж, играем дальше. Третий вопрос. Назовите автора рассказа Му-Му. Тургенев. Ура, это Иван Тургенев. Правильно. Как зовут саблезубую белку из мультфильма «Ледниковый период, гоняющуюся за желуди»? Ага, ну я смотрела в глазах, вижу огонь. Ага, а как же звать-то этого грызуна? Как же его звали, а? Я не помню. Не помнишь. Это скрак. Скрак, скрэк. В разных источниках по-разному. Играем дальше. Вопрос пятый. Какого цвета повязка на глазах у черепашки-ниндзя по имени Рафаэль? Черепашки-ниндзя. Мультик. Рафаэль, какую повязку он носит на лице и на глазах? Красную. Красную. Правильно. Как зовут Крольчиху, ставшую сотрудником полиции из мультфильма «Зверополис»? Как же звали-то этого Крольчиху? Вспоминай, вспоминай. Мультик уже смотрела? Я смотрела, но я не помню ее имени. Помнишь ее имени. Все. Все, да? Ну не буду мучить, ответа нет, да? Это Джуди Хоббс. Точно. Джуди Хоббс. На каком цветке гадают девушки? На ромашке. На ромашке. Брюсик. Какой океан является самым маленьким? Северный ледовитый. Северный ледовитый, абсолютно верно. Когда улетают перелетные птицы? Улетают. Осенью? Осенью. И последний, десятый вопрос. Как размножаются грибы? Спариваются. Я не знаю. Спорами. На самом деле спорами размножаются. Итак, Диана, ты с вопросами третьего тура справилась немного лучше, чем твой соперник. У тебя пять правильных ответов. Однако, по итогам всей игры, ты отставала от Жени на два балла. Таким образом, к сожалению, тебе не удалось его обогнать. На один балл все-таки он тебя опередил. На один? На один? Да. Разница в один балл. Жень, я тебя поздравляю. Ты победитель сегодняшней нашей игры, и по традиции играем мы не просто так, а играем мы за приз. И в качестве приза сегодняшней нашей игры выступает вот такой вот замечательный абонемент, а в данном случае приглашение на спектакль 57-го театрального сезона Жамбулского областного русского драматического театра. Диана, здесь пригласительные на двоих человек вручают тебе как победителю. Молодец. Благодарствую. Любишь вообще театр? Редко там был. Редко там бываешь. Ну, я надеюсь, что ты в самое ближайшее время все-таки посетишь, воспользуешься этими двумя пригласительными, пойдешь, посмотришь спектакль, получишь эмоциональное удовлетворение и будешь ходить в театр чаще. Диана, ты большая молодец. Играла достойно. Чуть-чуть не хватило, но, несмотря на это, тебе тоже хочу сказать огромное-огромное спасибо за участие. Благодарю. Ну что ж, уважаемые телезрители, на этом наша программа подошла к своему логическому завершению, но я с вами не прощаюсь, а говорю всего лишь пока-пока. Увидимся совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова